Итак, запрошу до слова, вовершенному людину, таракальный хирург с колоссальным досвидом, Мария Семеновна. Будь ласка, Мария Семеновна, я ей предложу, где я сказала, что мне, я так не привыкла. Ну, что сказать вам в последний нынешний денючек, когда встречаюсь с вами, дорогие коллеги. Пролетели мы модели, как птицы, как в песне появился, не успела оглянуться, как зима катит в глазах. В человеческой жизни, как и в природе, четыре порекода. Весна, это учеба, это школа, институт, затем начало работы. Лето, утверждение на рабочем месте, активный поиск. Осень, пора собирать воды своей деятельности. А вот уже и матушка зима. Всему, чему научилась, показала. Нужен ты людям или нет, показала. Все свои силы и знания применил. И понял, что ты не незаменим. У каждого из нас свой трудовой путь. У меня он длился 55 лет. Много это или нет? По цифре это много, а по жизни нет. И просто не верится, что теперь уже 80 лет. Мне повезло. Я работала под руководством шести заведующих городским отделом здравоохранения. Шести главных хирургов, шести главных врачей, и все это руководство не препятствовало мне получить знания по профессии на курсах увиденных хорифеев наук. Профессоров Киселева, Шалимова, Полесникова, Ленинград, профессора Парабенко, Святуха, Брусиловский, Киев, профессора Чуфиленко, Дмитрий Иванович, Дмитрий Петровский, имение присутствующих без профессора Георгиевича, а также двух академиков Абосова Николая Ивановича, Кирилла Гоуша, Лея Константиновича Москва. Мне удалось закончить аспирантуру в Киевском научно-исследовательском институте туберкулеза и грудной хирургии. Упрямство в учебе и жажда знаний позволило мне понять такую быту, как операция на легких пресидоро-силико-туберкулезе и принять эффективную консерватину его лечения. Чтобы понять, что это такое было в те времена, в 67-68 годы, приведу пример. Во время доклада в институте генокроза-обливаний по результатам первых 15 операций про силико-туберкулезе профессор Васильевский встал, посмотрел болель, который я представила, посмотрел рентген снимки, посмотрел после операционных убеждений и сказал, это же хулигарскую хирургию. Это почему он так сказал, что казалось, что сида-силико-туберкулез вообще не доступен для хирургии. В это время это было одно сообщение из Донецка, из Донецка, операция сида-силико-туберкулеза. Но пыль угольная не так тяжело поражает левкие, как пыль руби, содержащие железо, кремния и другие элементы, которые вызывают в левкие узелковые пневмотиброз, эмфизен, гипоксию тканей и левочно-сердечную недостаточность. Но жизнь заставила преодолеть все болезни. Операции на левых протокопротологий проводились с подушным наркозом. А при оброне на то время был только один анестезиолог-генематолог Запольский. Желающих учиться на анестезиолог было мало, да еще для работы в диспансере. И мне пришлось айтирать для одного братца Ивана Семеновича Стародульцева. В срочном порядке договорились с профессором Шалимовым, в то время работал в Харпи. О том, что на рабочем месте нам подготовили анестезиолога. И за счет своего отпуска Иван Семенович проходит учение под руководством главного анестезиолога Харпи, лоцента Хакова. Вот так началось восстановление в физиотеракальной службе города Криворова. Работали на чистом энтузиазме. Ведь Иван Семенович работал в хирургии 6-й в больнице до 17.00. Поэтому операции проводились после 17.00. Иногда затягивались до 23.00, 24.00 ночи. Объем операций был подсегментарным до удаления полностью села до 23.00. Брали иногда 2-3 человека. Но сколько так была такая ситуация, что надо было подтягивать работу. Но снова у нас возникла в госсеперационном периоде проблема. У больных после операции всегда развита туберкулеза возникал порез кишечника. Нарастание легкой сердечной недостаточности. Угроза для жизни больного. Почему это происходило никто не мог ответить. Все медики медикаментозные и массажи были малоэффективные. И только случайно работая в Центральной Московской библиотеке мне попался реферат на тему нарушения водно-солевого баланса у больных сердечно-сердечно-недостаточность. Я поняла, что в нашей категории как раз и является именно эта причина легшно-сердечно-недостаточность, гипоксия, и нарушение водно-сердечно-баланса, что вызывало порез кишечника. Мы использовали перед операционным периодом после операции введение внутривенных физрасборов и гипотонического раствора от 10 до 20 миллиметров и порез вещества. Вот так и мы работали 3 года после 17-ти на 0. За это время великий анестезиолог Иван Зеленович предподелился азерно-руки анестезиолог Дядюре и Федину Валерию Ивановичу, с которыми мы продолжали свою работу. С уходом этих врачей в 8-ю его больницу Федина была врачом, Дядюре возглавила анестезиологическую службу, снова остались в тезио-хирургическую службу, получить высшие категории коррекарного хирурга, окончить аспирантуру, зашить кандидатскую диссертацию на хирургическую тему хирургическое лечение больных седоразвитых гуркулезов и снова помог искать случай. Поступил на консультацию участник Великой Отечественной больной и Софии Суланенко, жалость на хирургическое кровохактами. При обследовании обнаружено при короневой зоне левого левого осколок памяти войны. Так как зона была опасна для операции в наших условиях, мы больного направили к категорию Амурсу Николаю Ивановичу. Он посмотрел, проконсультировал, посмотрел на снимочек, взвесил и говорит, живи ты за операцией, сколько тебя отпущено. При следующем кровохактании я направила больного в город Непропетровск профессорчу приемку. А тот посмотрел, а за мозг сказал, что без операции, то я скажу, как. Но случилось непредвиденное. Больной упал с лестницы и открылось речное кровотечение, в связи с чем было доставлено наше отделение. Было два пути, или больного оставить умирать, или рискнуть прооперировать. И мы рискнули. Атерация кормонектомия длилось шесть часов. К счастью, мной остался жив, хотя была аспирационная пневмония в правом политическом лёгком. А через неделю после операции мне пришёл вызов на артестацию в комиссию неизвеста здравоохранения, так как я окончила с акционир артитета. Председателем комиссии был Николай Иванович Томосов. В тот момент, когда я стала отвечать по билету, бежала секретарь и сообщила «Срочно вызывает любой руку». Получил разрешение выйти, я побежала к телефону и мне спросили, чтобы новым удалили дренаж, но потом резкнув поспешно спиральной полосы и через рану прорвала жительность. Что делать? Я дала командовать снова поставить дренаж, ушить рану и подключить дренаж на билалу. Когда я прибыл основную артестацию, Амосов поинтересовался, что случилось? Я рассказала и обвинила ему в том, что он не прооперировал, а пришлось оперировать мне. Он улыбнулся и сказал «Вопросов нет, высшая категория иди дерзает». Итак, я дерзала 55 лет. За время работы проведено около 10 тысяч операций подсегментарных кульмонектомий, односторонние и двусторонние, различные виды теракопластики, внутрепривральные и экстратривральные, кавернатомии и самовременной мышечной пластики. Операции не только про туберкулезы, но и по другой патологии, обсессии ловки, рак ловки, кисты, рикарда, эхеноков, лёгко, которые лечились как туберкулез. Операции присутствующие патологии, проводили в сахарном диабете, язвенная болезнь, желудка, с панкреатитами, заболеванием печени и почек. Комплексы со специфическими препаратами проверяли внутривенное введение спецпрепаратов, панкреатом, за что я не один раз получала договора, поскольку в то время эльфампицина ампулировала не было, и мы распоряли эльфампицин порошковый в глюкозе, и вот я начинал тело-нутривену с целью подготовки вольных операций, проводили внутриогранный электрофорез, при большом объеме операций накладывали демокаритоном, использовали бесплодные коктейли с афаритракт, а в последнее время озонотерапию, ежедневно давали пить озонированную воду, внутривенно вводили озонированный физраствор, это снизило и дало внимание послеоперационные осложнения и отсутствие послеоперационной смертности. Опыт работы показал, что при неэффективном консервативном лечении туберкулеза хирургическое лечение показано и оправдано. Проводимые операции не только обезбосиливают и выздоравливают больных, но и прерывает цепь неуклонного прогрессирования туберкулеза, а также защищает население города от инфицирования и заболевания туберкулезом. Выделение побудчины и работали хирурги, ныне уже покойные Харакозья, Ян Константинов, царя Игорь Михайлович. Один врач, Петр Иванович Соколопомирин, работает в Танаде в настоящее время. Врач Пестун, работая у нас приобрел опыт, уехал и оттуда в этом году возвратился уже в привоевок. Врач Популин работает в настоящее время в областном противоприклезном диспансере. Врач Ерцева, Ванина Александровна, уже на пенсии, отдыхает. Вот так. И за делением врачи два главных врача. Ерцева, Ванина Александровна и Федерин Валерий Иванович. А в один врач ехал на Север и там тоже возглавил каракальную службу. В настоящее время в этом году пришли новые, молодые, работоспособные хирурги. Один из них Василий Евгений Александрович в детстве отсутствует, который возглавил отделение. И Руслан Анатольевич приехал к нам после обучения в Киеве. Эти молодые хирурги продолжают работать и оздоравливают население города. Вот на этом и заканчивается моя песня. Всем желаю доброго здоровья, стойкости, терпения в нелегком хирургическом труде, благополучия в работе и семье.